В принципе, мы вкатились, и на тренировках уже не чувствуется сейчас все более-менее нормально. Я думаю, что я был очень хорошо. Мой дип-партнер – Вишневский. Иван Яшневский со мной в защите, в нападении – это Пеня, Видель. И тот парень, который с злой фамилии не могу произнести, но я точно знаю его имя. Игорь его зовут, а с фамилией проблемы. Ну, по крайней мере, я знаю, кто со мной играет в одной пятерке. Что касается адаптации, то все идет своим чередом, все хорошо. В принципе, я играл в Беларуси, и кухня похожа. И там я ел борщ несколько раз здесь. Во время клубного обеда его подают. В русской кухне есть такое блюдо – пельмени. Как ты это себе представляешь? Ты сказал, что? Пельмени. Нет, я даже не знаю. Ты знаешь, что это блюдо? Нет. Никакой идеи? Нет. Вообще нет никаких идей. Он не знает, что это такое, и первый раз он их слышит. Нет, просто дневная рутина была самая. Вдох. Что касается дневной рутины, я встаю в 7 утра, разговариваю много с женой, потом беру такси, еду на арену, здесь 4 часа тренировки, потом обратно в отель. Иду, принимаю душ, иду в кровать, потом просыпаюсь, разговариваю с женой, снова еду на арену, потом опять тренировки, а потом опять в отель. В общем, стандартный достаточно спорядок дня, и он повторяется изо дня в день. Пол показал на несколько ресторанов и город. Вот, собственно, такой распорядок дня пока в Челябинске. Обычно мои родители знали. Что касается Челябинска, то мои родители, в принципе, знали, потому что, когда я играл в Лиге, до этого в КХЛ, они слышали про Челябинск. Друзья, они о России узнают от меня, они в России не бывали. И когда я подписал контракт, они лишь спрашивали, что это за город. Я рассказал им, что это хороший большой город, довольно чистый. Они были рады за меня, что я подписал контракт с большим городом и хорошей команде. Они были рады, что я смогу найти работу в хорошей городе, чтобы сделать новую дом для этого сезона.